Распространить научные знания, усилить их влияние на развитие инновационного мышления и социальной активности граждан, укрепить здоровый образ жизни, обеспечить стабильность и гражданское согласие в нашей стране. Такую цель ставит перед собой Республиканское государственно-общественное объединение Белорусского общества знания. Мы должны удовлетворить жителей нашей страны в законном и в праве конституционном на получение информации о социально-экономическом развитии нашей страны, о различных научных достижениях. Немаловажной является идеологическая составляющая работы. Основной акцент на формирование правовой, нравственной и экологической культуры населения, молодежную политику, повышение квалификации сотрудников на предприятиях региона. Об этом, а также об итогах деятельности за отчетный период, планах на перспективу и достижениях говорили на 12-м пленуме Брестской областной структуры общества знания. Мы выходим на новый уровень. Если раньше общество знания это были люди, которые в основном настраивались на повышение уровня знаний по отдельным компетенциям, то сегодня мы видим роль общества в том, чтобы внести свою профессиональную лепту в формирование патриотизма, гражданственности, тех нравственных ценностей, на которых держится сегодня общество и будет держаться впредь. Поэтому, конечно, требования к людям, которые несут эти знания, несут уже много десятилетий, сегодня значительно повышаются. Но я полагаю, что потенциал нашей областной организации, он в принципе соответствует тому, чтобы выполнить задачи, которые стоят в том числе и перед республиканским обществом, на отлично. В Брестскую областную структуру общества входит 1045 человек. Среди них 36 лекторов. Все они составляют интеллектуальную элиту страны и готовы делиться своим опытом и знаниями с другими. Лекции, семинарские занятия, информационные консультирования направлены на недопущение искажения исторической памяти, на уроки Великой Отечественной войны, недопущение геноцида и так далее. Лекции общества знания направлены на широкую аудиторию, начиная от идеологической вертикали до трудовых коллективов. Начиная от врачей областной больницы и заканчивая работникам сельского хозяйства, учителям, очень-очень разному контингенту, в следственном комитете, в прокуратуре. Лекция, с которой я выступаю на предприятии, это тайм-менеджмент, то есть как грамотно организовывать свое рабочее время, как организовывать свою жизнь, то есть как сделать свою жизнь лучше. Потом еще, допустим, у меня есть лекция по искусству ведения деловых переговоров. Сотрудничество с обществом знания у профсоюзов давнее, плодотворное. Больше 20 лет мы работаем в тесном сотрудничестве. Мы регулярно проводим совместные мероприятия, семинары, лекции для работников кадровых служб, экономических служб. То есть это в рамках не только города, но и области. Мы работаем в рамках Народного университета для того, чтобы повышать уровень квалификации работников кадровых, экономических служб, руководителя организации, приходят на эти мероприятия. Сегодня не возникает сомнений в компетентности членов общества, однако важно двигаться вперед, продвигать его идеи и работать над узнаваемостью. Нужно сосредоточиться на ряде моментов, которые касаются в первую очередь повышения престижа самого общества, возможно популяризации себя в сети интернет. Человек сегодня не только представитель трудового коллектива, а любого сообщества должен знать и слышать об обществе знания, знать о тех предложениях, которые они сегодня могут донести до населения. Это позволит не только донести идею общества как можно большему количеству людей, но и повысить его эффективность в целом. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.